В эти дни по всей стране чествуют ветеранов войны с 68-й годовщиной Великой Победы. Поздравили их в Ядринском и Красночитайском районах. Всего в этих двух муниципалитетах проживают чуть более 100 участников Великой Войны. Некоторые из них собрались вместе, чтобы вспомнить военные годы и своих боевых товарищей. Софья Егоровна Демидова ушла на фронт 5 июня 42-го. Служила связистом в составе 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. Рассказывает, что страшно было всегда, но несмотря ни на что обеспечивала связь для фронта. Прошла всю Белоруссию. Город и лес с первой крещением не было. Как побомбили нас в вагонах-то. И это потом пошли 75 километров пешком. После войны Софья Егоровна вернулась на родину, в Ядренское засудье. Летом ей исполните 90. И все эти годы с ней живут воспоминания о тех 4-х годах, которые оставили след в жизни всего человечества. Я кино даже не могу смотреть. Не переживаю. Уже у меня, как говорится, на душе это все было. Все я не видела, не хочу даже смотреть. Но раз в год в канун победы Софья Егоровна вместе с такими же, как она, бывшими связистами, разведчиками, сананструкторами, бойцами и офицерами обязательно выбираются из дома, чтобы вместе встретить 9 мая. Такие встречи в Ядренском районе проходят уже 10 лет по инициативе депутата Госсовета Николая Малова. Мы понимаем, что из года в год наших ветеранов больше не станет. Мы видим наглядно, что мы их теряем, что это наш капитал. И, конечно, этим нужно дорожить. И сегодня как можно больше уделять им внимания, потому что нет ничего дороже внимания. На их примере, живом примере, их устами воспитывать нашу молодежь, подрастающую в поколении, в патриотическом духе. Любви к родине, к родной земле, ну и, соответственно, к тем, кто отдал свою жизнь на полях Великой войны. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.